Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня вторник, поэтому давайте проанализируем график Ethereum. Текущая цена 1153 доллара и 12 центов. Месячный таймфрейм, хорошо знакомый нам график. Напоминаю, что сильное снижение началось в конце ноября, начале декабря. Здесь было снижение, маленькая пауза, отскок или консолидация. Мы увидели вот это медвежье поглощение и после этого началось вот это снижение. На данный момент у нас на медвежьем таймфрейме последние три свечи медвежьи, значительные по размеру, у них упускаются максимумы, также упускаются минимумы. То есть я бы сказал, что на месячном таймфрейме наблюдается продолжение медвежьего давления или медвежьего сигнала. Недельный таймфрейм. Итак, недельный таймфрейм, тоже хорошо знакомый нам график. Вот оно снижение, которое началось в ноябре, движение вниз, отскок, вблизи вот этой впадины. Здесь практически сформировалось медвежье поглощение в конце марта, начале апреля. И с того момента у нас одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать медвежьих свечей. Но это дочь, но все-таки у него маленькое медвежье тело. И у этих медвежьих свечей идут падающие максимумы, падающие минимумы. То есть я бы сказал, что это говорит о том, что медвежье давление и на недельном таймфрейме наблюдается. На самом деле видно, что график проколол даже вот эту впадину, которая, или консолидацию, которая рисовалась прошлым летом. То есть здесь поддержка не смогла сработать. И это свидетельствует о том, что медведи на данный момент, они намного сильнее быков. Да, может произойти отскок, но все-таки это говорит о том, что на данный момент медведи сильнее. Медвежьи свечи падающие максимумы, падающие минимумы на недельном таймфрейме. Переходим на дневной таймфрейм. Итак, что у нас здесь есть? Три скользящие средние. Первая 30-дневная или месячная. Цена ниже. 90-дневная или трехмесячная или квартальная цена ниже. И годовая тоже практически значительно выше цены. Тем более у нас медвежье распределение скользящих средней. Снизу практически быстрое. Потом среднее. И самое медленное сверху. Напоминаю, что во время роста всегда цена была выше зеленой линии, выше годовой скользящей средней. Здесь был пробой, движение вбок, консолидация. Но практически в конце марта, начале апреля, когда началось вот это движение вниз, цена снова упала ниже зеленой линии. И с того момента находится ниже зеленой линии. То есть и на этом таймфрейме у нас практически медвежий сигнал. Если перейти на Х4, у нас практически здесь было снижение, падающие каналы, нисходящий тренд, движение вверх, отскок. То есть, как говорит один из наших участников, перевернутый флаг и движение вниз по флагу практически после выхода из флага. На самом деле интересно, если взять размер вот этого движения и сравнить с вот этим движением. Может быть оно уже одинаково по размеру. Поэтому я бы не исключил, что в последнее, в ближайшее время может произойти отскок. Потому что если это перевернутый флаг, то есть вот она высота или столбик флага, сам по себе флаг, выход из флага перевернутого. Такое же движение по размеру. Есть вероятно, что отсюда в ближайшее время произойдет отскок. Но это если доверять этому перевернутому флагу. А так видно, что на всех ключевых таймфреймах у нас практически медвежьи сигналы. Сейчас что хочу сказать. Но о медвежьи сигналы все-таки мы должны понимать, что на недельном таймфрейме сейчас перейдем. Это, конечно, на всех таймфреймах. У нас здесь вершина 2017-2018 года. То есть она сформировалась в январе 2018 года. На самом деле на графике эфириум. Здесь эта зона, может быть, будет работать в качестве поддержки. То есть вот эта зона, вот этой вершины. А чисто психологически и может быть в ближайшее время на основе этой вершинки произойдет отскок. Но, конечно, это большой риск, потому что мы понимаем, что здесь падение идет. Поэтому это чисто теоретически. На данный момент на таймфреймах, которые мы обсуждали, я не вижу отскока. Да, он может произойти в любое время. Даже сразу после нашего обзора может закрепиться какой-то сигнал. Но на данный момент его нет. Итак, друзья, на самом деле у меня на этом все по графику эфириум. Спасибо за ваши просмотры. Поделитесь вашим взглядом в качестве комментарии ниже этого видео. А так я вам, конечно, всем желаю отличного дня, удачи на финансовых рынках, здоровья на первом месте и до следующего обзора. Спасибо за просмотр.